Вы смотрите взгляд. На прошлой неделе мы так увлеклись проблемой войны с наркотиками, что совершенно не хватило времени на другую почти войну. Речь идет о выборском целозобумажном комбинате, где на прошлой неделе было столкновение службы судебных приставов, которые вошли вместе с силовой структурой одной на это предприятие. И там столкнулись с рабочими. Мы даже не успели, собственно, показать вам сюжет до конца, а рабочие, по нашей информации, уже начинают вооружаться. Посмотрите. Эти формы начали в нас накидаться стульями, скамейками. А я только зашел, а мне в зале тумбочкой, вот сюда. Стали подниматься от этого толпа, а я с удовольствием заходить. Смотрим, там началась стрельба. Ну, мы думали, что это холостырь. Вот я только вышел из угла, и мне попала сюда пуля. Валерий Кремов проснулся глубокой ночью от того, что завыла сирена. Вспомнив про старый уговор, отправился к заводу управления. Там уже собиралась толпа. Попытался пробраться поближе и нарвался на пулю. А потом его, раненого, взяли в заложники. Их положили вот так на пол, лицом вниз. Тут вот все было залито водой из труб ржавой, потому что они же людей поливали водой из шланга. И вот, значит, в это все положили их и били ногами и палками. И потом вот нас всех, вот в этот уголочек, тут было выбитое тоже стекло, вот этот уголочек. А одного запихнули в холодильник и сказали, вот в этот холодильник, и сказали, сиди тут. О судьбе целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в поселке Советском, что под Выборгом, уже вторую неделю говорит вся страна. Ситуация обычная. Фабрику намеренно обанкротили, а потом пустили с молотка. Некий зарубежный инвестор, не заплатив и половины требуемой суммы, попытался заполучить завод в свое распоряжение. По закону, вырученные от продажи деньги должны были пойти на покрытие многолетних долгов перед рабочими. Но не пошли. А остался один нормальный живой кредитор, это 2500 человек коллектив. Вот они живые, понимаете? Они очень долго не получают денег, им хочется кушать, им нужно кормить детей. Инвестор пообещал, что сделает из завода лесопилку, а коллектив сократит в три раза. Ну раз обманывают, давайте мы будем тогда перекроем вот эти вот ворота этому господину, скажем, парню, и заплатить все-таки за комбинат. А это уже не один день, а в течение двух лет. У меня куча долгов висит, квартиру я продать не могу, потому что я никто не купит. Понимаете, здесь без перспекта получается. Я не нужен ни государству, я не нужен ни своим родственникам, я не нужен соседям, я не нужен заводам, я никому не нужен. Я становлюсь кошкой, которую загнали в угол. И тогда что я вынужден делать? Я вынужден цараться. Первую атаку чужеземного капитала советский народ отразил. Почти полтора года рабочие, учредившие собственное предприятие, хозяйствовали самостоятельно. Утверждают, что неплохо. Нынешним летом ЦБК первый раз попытались взять силой. Второй штурм состоялся ночью, 14 октября. Сотрудники спецподразделения «Тайфун» под руководством судебного пристава, олицетворяющего в районе законную власть, заняли заводы управления. А вот это пули, которые, значит, стреляли люди, людей, которые стреляют. Это не какие-то пули, это пули, значит, из пистолета Макарова, табельное оружие с остальным наконечником, с остальным сердечником, вернее, которое стреляет, является боевой пультой. Знаете, что здесь происходило в ночь, когда люди обращались ко мне и говорили, давайте штурмовать. Я говорю, да что с ума шли, перестреляют, пускай стреляют. Самое страшное, это когда с минометов ночью шарят по городку полетному, это самое страшное. Константин прошел Афганистан и Чернобыль, служил в авиации, а сюда приехал в середине 80-х. Раньше, чтобы прокормить семью, ездил на заработки в Выборг, но и этой возможности вскоре не стало. Сегодня он и еще 2000 человек читают комбинат своей последней надеждой. Прудовой коллектив потребовал от меня в связи с тем, что правительство не может защитить своих людей. Что правкома потребовали сегодня? Открыть счет, собирать деньги на вооружение. Вы присоединяетесь к такому решению? Полностью. То есть вы готовы, вы бывший военный, готовы взять ружье, винтовку, автомат? Полностью. Не отстреливаться, да, в заводе? Да, обороняться, обороняться. Именно не наступать, не что, а именно обороняться, если вот такие основания... И стрелять в людей. Ну, извините, они не стреляют в людей. А что-то надо делать. Не ложись же людей вот так, за просто так. В Афгане, по крайней мере, было все проще. Там свой, там чужой. А здесь вроде приезжают свои же такие же люди, русские вроде. И начинают в буквальном слое брать заложников, своих же русских. А я хуже думаю, ничего не будет уже. Спасибо. ПО-НАЕ "' Продолжение следует...